Всем привет, с вами Vargan74, меня зовут Максим Томонов и вы смотрите распаковку посылки от мастера Ривория Чемчаева Это очень долгожданная посылка Я ждал ее с января месяца Здесь одни из самых моих любимых хамусов Если не самые любимые, чтобы никого не обидеть Я торжественно приступаю к вскрытию посылки А вы пока ставьте чаек, запасайтесь сладостями Потому что распаковка и тест драйв органов будет довольно долгим Два Три Четыре Вскрыли мы посылку И К нам приехало Аж четыре Вот таких Красавца хамуса Два из них с оленями Раз И Два Ага, надеюсь видно И Два хамуса с мамонтами Раз Красавец И Два Хамуса Чемчаева Это Живая классика Они Очень здорово выглядят Всегда приходят В аккуратных Красивых кейсах Самое главное Они прекрасно звучат Меня прежде всего Интересует звук Поэтому будем Тестировать Один за другим Вот у меня в руках Первый попавшийся с мамонтом Я просто достаю его Ну что Внешне никаких претензий Классный хамус Классической формы Средних размеров С накладкой Которая По Словам Одних экспертов Помогает в удержании По словам Других экспертов Обеспечивает Большую жесткость Дек И следовательно Более Тонкую Настройку Зазоров С обратной стороны Очень красивое Клеймо мастера Клеймо Чемчаева Одно из моих Самых любимых Давайте пробовать Звук Меня часто Спрашивают Нафига Я сижу в наушниках А вот чтобы Звук был хорош Затем и сижу Ставь палец вверх Если тебе нравится Звук В моих распаковках Оп До диез Показывает Мне тюнер Звук 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 Продолжение следует... Ой, как же мне нравится звук. Звук варганов Чемчоева всегда придерживается такой золотой середины. Это очень хороший баланс. Он не слишком рычащий и не слишком рафинированный. Такая прям золотая середина. Я долгое время не понимал, в чем прелесть этих хомусов. Здесь нет какого-то вычурного дизайна, все очень лаконично. Язычок без какой-то хитрой заточки. Обычная двусторонняя заточка. Ой, простите, односторонняя. Очень похоже на заточку язычков Дубровского, например. Зазоры ровные. Язычок такой не самый послушный. То есть, довольно жесткий и требовательный к удару. Коленце довольно высокое. И, надо сказать, довольно капризное. Если неправильно бить по язычку, обязательно будет такой, знаете, легкий шелест, который стал визитной карточкой этих хомусов. Но при всем при этом, звук инструмента очень управляемый. И здесь нет какого-то долгого проваливающегося сустейна и, как следствие, треска. Здесь нет какой-то скупости звучания, как у мелодических варганов, которые прям под мелодику заточены. Здесь есть такой чистый, честный якутский звук. И мне он очень нравится. Я рекомендую эти варганы. Давайте пробовать, давайте звучать. Продолжение следует... Класс. Мне очень нравится. Это был двусторонний бой. Нижний кистевой. Сейчас попробуем по-якутски. Я, конечно, не коренной якут, но кое-что умею. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Спасибо за внимание. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА